Мы попробовали купить мороженое и оплатить его нашими новыми карточками. Всё получилось успешно! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Привет! Вы на канале Маша Яек. И сегодня мне мама заказала детскую карту. И сегодня я буду делать на неё обзоры. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комменты. Я такой счастливый, я знаю! Ой, блин, карту я храню вот в такой визитнице. Туда же Тинькофф нарисован. Сама вот такая карта. Там есть много выборов. Я выбрал вот такую голубую с мешутками. Вот такой значок. Это обозначает, что мою карту надо приложить к аппарату. Прикладывать надо этим значком. С краю по-английски написано Ярослав Тихомиров. Собственно, карточка очень нравится мне. Она очень красивая, нарисованными шутками. Советую делать. И самая главная суть, что они бесплатные. Ими можно пользоваться детям. Чтобы её подключить к собственному телефону, надо скачать приложение Тинькофф Джуниора. Скачивается оно в плеймаркете и какое у вас приложение есть для скачки. Теперь поговорим о этой визитнице для этой карты. Давайте посчитаем, сколько сюда карт может уместиться. В эту визитницу может уместиться 7 карт. Теперь поговорим о принте. Принт для мальчика. Приятно трогать рукам. Только моя карта не пришла в этой визитнице. А мы её купили. Моя карта в этой визитнице не приходила. Мы приобрели это отдельно. Внутри кармашки жёлтенькие. И приятные на ощупь. Они состоят из какой-то ткани. В общем, очень нравится мне эта карта. Она очень красивая. Ну, короче, это нельзя писать эмоциями. Она очень классная. А теперь крутой момент. Убираем карту визитницу. Надо оставлять, смотрите, вот так вот уголок. Или вы её оттуда не достаньте. Теперь обзор моей карты. Храню её вот в таком кошельке. Я выбрала вот такую карту с монстриком. Больше всего мне нравится в этом монстрике то, что у него такой взгляд. Что вот ему ничего не интересно и он очень весёлый. Как я и объяснял, вот этот значок обозначает, что её надо прикладывать. С краю карты написано по-английски Мария Тихомирова. Ну и, конечно же, Тинькофф Джуниор. А теперь давайте скачаем приложение, чтобы привязать карту к моему телефону. Заходим в Play Market. И пишем Тинькофф Джуниор. Так всё это выглядит. Теперь нажимаем установить. И ждём, когда скачается. Кстати, к описанию к этому приложению написана твоя первая банковская карта. Ну всё, приложение скачалось. Можно открывать. Заходим. Ну вот и всё. Мы привязали мою карту к моему телефону. А теперь давайте сравним мою карту и карту Ярика. Для начала хочу сказать, что у нас разный фон. У меня чёрный, а у Ярика голубой. К тому же и разный рисунок. У Ярика Мишки, а у меня Монстрик. Также по краям у нас написаны разные имена. У меня Мария Тихомирова, у Ярика Ярослав Тихомирова. В остальном по размеру они одинаковые. Ребята, мы же с Яриком забыли вам сказать самое главное. Для чего нам нужны эти карты? Так вот. Для того, чтобы научиться финансовой грамотности. Самим научиться делать какие-то свои покупки с картой, как взрослые. Или же накопить на мечту. Обязательно ставьте лайки под этим видео. Подписывайтесь на канал. И напишите в комментариях, как вам наши карточки. Маш, а сколько у меня у вас стоит? Надеюсь. Попробуем сделать замороженную нашу новую карту. Попробуем сделать замороженную нашу новую карту. Мы попробовали купить мороженое и оплатить его нашими новыми карточками. Все получилось успешно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите комментарии. Всем пока-пока!